Здравствуйте! В студии Дмитрий Голобир и это программа «Продвопрос». Ваш навигатор в мире продовольствия. Смотрите с удовольствием! Мы приготовили для вас самую свежую информацию, вкусные факты, острые аргументы и полезные советы. Масштабные инвестиции в сельское хозяйство страны. Поддержка малого и среднего агробизнеса. Создание тысяч рабочих мест на селе. Мы финансируем крупнейшие проекты в агропромышленном комплексе, направленные на обеспечение продовольственной безопасности республики. Мы помогаем развивать животноводство и растить хлеб. Ради достатка в каждом доме. Ради сильной и крепкой страны. Национальный управляющий холдинг «Казагро». Аул без геомона. Генеральный спонсор программы – Национальный управляющий холдинг «Казагро». Эффективные инвестиции в реальные проекты АПК. Делая вместе, достигаем большего. Смотрите сегодня. Как посеешь, так и пожнешь. Полевая стратегия этого сезона. Рука помощи, чтобы крепко встать на ноги. Большому кораблю большое плавание. Международная научная конференция по верблюдоводству в Алматы. Звездное меню. На кухне «Продвопроса» актер и каскадер Бауржан Абишев. Непростые погодные условия в период нынешней посевной кампании лишний раз подтвердили известный тезис. АПК – это сектор с высокими рисками. Затянувшаяся весна значительно сдвинула сроки весеннеполевых работ. А это вынуждает крестьян внести существенные корректировки в дальнейший план действий. Как выстроить полевую тактику, чтобы не попасть в просаг и не остаться в накладе осенью? В теме разбирался наш корреспондент. Затяжная весна, поздняя готовность почвы и обильные дожди в северных, центральных и западных областях страны осложнили завершение посевной в оптимальные сроки. Майский уровень осадков, выпавших повсеместно, превысил средние многолетние нормы в три раза. Начиная с 15-го почти до 23-го мая мы имели ежедневно осадки в виде дождя, которые затрудняли и затрудняют на сегодняшний день посевные работы. В первую очередь стоит вопрос о том, что в таких условиях до какого срока можно наперсеять в этом регионе зерновые и масличные культуры. Несмотря на стабилизацию температуры в начале июня, середина месяца снова оказалась дождливой. По словам синоптиков, начало и середина лета будут нестабильными. Начиная с 3-го июля мы ждем очередные дожди. И понижение температуры уже будет где-то в 7-8 числах июня. Такие условия неустойчивы и неблагоприятны для сельхозугодий. В этом году, благодаря принятым мерам со стороны государства, к началу весеннеполевых работ сельхозтоваропроизводители были обеспечены всем необходимым – финансами, горюче-смазочными материалами, семенами и техникой. И крестьяне, работая круглые сутки, в своем большинстве уже завершили посевную. Но их заботы на этом не закончились. На следующей неделе практически надо начинать химическую прополку. То есть ситуация складывается таким образом, что будет идти и посевная работа, и необходимо вести работу против сорняков. Почему? Потому что из-за избыточного увлажнения будут массовые сходы всех видов сорняков. И однолетних, и многолетних, и злаковых. Кроме сорняков, влажная пучва грозит всплеском фитозаболеваний, таких как септориоз и ржавчина. Поэтому препараты необходимо применять комбинированные. Помимо злободневной работы с сорняками и болезнями, крестьянину необходимо думать на два шага вперед. Чтобы затянувшаяся посевная не привела к поздней уборке, агрономы советуют стимулировать рост растений. Есть вот такой метод, регулятор роста растений, который, в общем-то, снимает стресс. Их можно применять во время борьбы с болезнями, во время химпрополки для того, чтобы начинять стресс растений и дать возможность ускорить созревание. И все-таки сохраняется вероятность, что уборка может затянуться до осенних дождей и заморозков. Тогда, по опыту прошлого года, фермерам необходимо позаботиться о своевременной сушке влажного зерна. Как я уже говорил, возможно, может быть, как позапрошлом году, что будет очень много влажного зерна, и элеваторы могут не успевать, чисто технически не успевать принимать зерно. Поэтому здесь желательно, чтобы каждый сельхозтоваропроизводитель сам позаботился и сегодня уже купил зерносушилки. Для этого финансовые институты Казагра разработали специальную программу «Урожай», по которой можно выгодно приобрести зерносушильное оборудование. Авансовый платеж мы снижаем до 10%. И более того, предусматривается предоставление отсрочки до 15 ноября текущего года для того, чтобы крестьянское хозяйство смогло собрать урожай, его сдать. Предупрежден, значит вооружен. В сегодняшней ситуации задача министерства состоит в своевременном информировании сельхозтоваропроизводителей о возможных угрозах и последствиях нынешних погодных условий. В свою очередь фермер должен правильно выстроить стратегию и тактику полевых работ и подготовиться к тому, чтобы минимизировать последствия природных явлений. Сегодня в Казахстане все больше предпринимателей хотят попробовать свои силы на Ниве агропроизводства. Но для успеха предприятия одного стремления недостаточно – необходимы ресурсы. Что делать с фермером, когда их желание не совпадает с возможностями? В этом случае руку помощи им всегда готов протянуть национальный управляющий холдинг «Казагра». Все больше сельчан сегодня становятся частными предпринимателями. Какое направление бизнеса на селе наиболее перспективно? С чего начать бизнес? Где взять стартовый капитал и как скоро? Эти вопросы волнуют многих. О своем опыте создания успешного фермерского хозяйства рассказывает предприниматель из Акмольнской области Райхан Хасенова. Пить именно козье молоко мне посоветовали как бы врачи. Увидев наши козы, начали как бы все подходить, покупать у нас молоко. Я задумалась, почему бы не заняться этим бизнесом, почему не помочь всем, которым необходимо, нужно это козье молоко. Государством для решения вопросов агропромышленного сектора, в том числе и развивающихся фермеров, предпринимается комплекс мер, направленных на его дальнейшее развитие. Национальный управляющий холдинг «Казагра» предлагает программы кредитования, направленные на развитие животноводства, растеневодства и несельскохозяйственных видов бизнеса на селе через свои дочерние компании. «Казаграфинанс» – фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и аграрную кредитную корпорацию. Мы получили кредит, приобрели 9 маточных коз, также мы, например, транспорт приобрели от «Газель». Я теперь, читая интернет, зашла в «Казагра», я увидела эту программу, в которую можно подавать заявку онлайн. Было очень удобно и очень легко, даже не сложнее, чем в кабинете налогоплательщика. Сегодня новые технологии, используемые холдингом «Казагра», позволяют получать кредиты через интернет. Подать документы на получение кредита можно через единую систему сбора и обработки кредитных заявок на сайте «Казагра». Система работает 24 часа в сутки, и вы можете оформить документы для кредита в любое удобное для вас время. Сейчас без интернета делать нечего. То, что мне интересуются вопросы, я все нахожу в интернете. Я думаю, всем, даже любым фермерам, начинающим, мне кажется, сейчас все только работают через интернет. Как же работает онлайн-система подачи заявок «Казагра»? Для этого необходимо войти на портал «Казагра», зарегистрироваться в нем при помощи электронной цифровой подписи и оформить заявку, пройдя всего 7 последовательных шагов. После отправки заявка на финансирование мгновенно поступает в холдинг «Казагра». Результат решения о предоставлении кредита предприниматель официально получает сообщением на телефон и электронную почту. Онлайн-система подачи заявок имеет много преимуществ. Это не только экономия времени, это снижение операционных рисков, прозрачность. Клиент имеет возможность проследить весь путь, все этапы от заявки до получения денег. Кроме того, система удобна для интерактивного общения клиента с кредитной организацией. Онлайн-система холдинга «Казагра» — это новый шанс развить ваш бизнес легко и без затрат. Верблюдоводство, как подотрасль сельского хозяйства, есть лишь в немногих странах мира. И Казахстан стоит во главе этого списка. Для экспортного рынка это несомненное преимущество. Однако реализовать экономический потенциал в полной мере не так-то просто. Нужен научный подход. И, похоже, в этом направлении хороший импульс уже получен. Подробности в сюжете. Впервые в Казахстане проходит одно из самых масштабных мероприятий для верблюдоводов. Это четвертая международная конференция «Верблюды шелкового пути. Исследование камелидов для устойчивого развития». Около 150 экспертов из 46 стран мира представляют на этой презентационной площадке последней разработки в области верблюдоводства. Здесь собрались практически все специалисты мира, занимающиеся различными научными вопросами по верблюдоводству. Начиная от кормления, физиологии, заканчивая производством продуктов питания на основе верблюжьего молока или мяса. Я надеюсь, что эта конференция станет хорошей площадкой для обмена опытом между учеными всего мира. Ее цель — развить все исследования по верблюдоводству, потому что мы знаем, что верблюд — это очень важное сельскохозяйственное животное. Свои разработки презентовали на конференции и казахстанские ученые. Например, Асия Серегбаева, доктор биологических наук, представила на конференции разработку своего института. Это специальные закваски с пробиотическим эффектом для производства национальных казахских напитков — кумыса и шубата. Традиционно из верблюжьего молока получают традиционный молочный продукт ферментированный — это шубат. Но мы получили новые продукты с другими заквасками. Этот продукт называется биошубат и улучшенный шубат. Биошубат производят на основе новых заквасок, которые получают при помощи молочнокислых и лактобактерий. Ученые выделяют их из таких продуктов, как ирамшик, айран, курт. Затем все эти штаммы всесторонне изучаются и отбираются с самой сильной бактерией, способной противостоять патогенным микроорганизмам. Все это нужно для того, чтобы продлить срок годности шубата и кумыса, а также улучшить их пробиотические свойства. В этом молоке есть инсулин. В этом молоке нет бета-лактоглобулина, который является аллергеном. Поэтому многие ученые, наши медики, сейчас занимаются для лечения желудочно-кишечного тракта и печени применением верблюжьего молока. Другой казахстанский ученый, Утимурат Сагандыков, предлагает производить из верблюжьего молока принципиально новый напиток. Это шубат с добавлением рисового отвара. Вообще сам по себе рисовый отвар очень полезен для здоровья, улучшает обмен веществ, восстанавливает иммунитет, очищает организм в первую очередь. Международная конференция не просто дала возможность для обмена опытом ученых всего мира, но и показала, что в нашей стране верблюдоводство имеет большое будущее. Новые практические разработки и технологии – это как раз то, что сегодня не хватает производителям шубата и других продуктов питания. Научный подход к этому вопросу повысит их конкурентоспособность в условиях современного рынка, заложит крепкий фундамент для дальнейшего развития отрасли, в полной мере раскроет экспортный потенциал казахского напитка и позволит эффективнее решать продовольственный вопрос. Что едят на завтрак звезды Голливуда? Ответ на этот вопрос мой коллега Назар Мухамеджан решил узнать не в интернете, а непосредственно у того, кто работал бок о бок с актерами мирового уровня. Благо в Казахстане такой человек есть. Кто он? Смотрите прямо сейчас на нашей кухне. Всем привет! В эфире продвопроса «Звездное меню». А это значит, что на телеканале Хабар настала пора провести время правильно, со вкусом. И сегодня у нас в гостях в нашей студии прославленный каскадер, руководитель группы «Казах Юнион» Бауржан Абишев. Бауржан, салам алейкум. Приветствую. Салам. Итак, Бауржан, с каким блюдом пришли сегодня к нам в гости? Для вас сегодня мы готовим креветки с сливочным соусом. Так, а какие ингредиенты нам понадобятся? Во-первых, у нас два зубчика чеснока, сливочное масло, креветки, сливки и петрушки. А, Бауржан, а с чего мы начинаем приготовление твоего блюда? Во-первых, нужно сковородку. Так, вот это. Давайте, ты начни чеснок пока нарезай, а я масло растоплю. Замечательно. Все, начинаем? Да. Честно говоря, Назарь, я обожаю сливочное масло вместо подсолнечного. Вот, ребят, насколько ловко я справляюсь с ножом, настолько же ловко справляется с ножом Бауржан. Но не при нарезке, а при каких-то боевых сценах. Бауржан, можешь показать в красной свое мастерство вот на мне? Я шучу, я шучу. На самом деле, ребята, Бауржан, наверное, вы знаете, снимался в фильме «Неудержимый», где он дрался против Сильвестера Салони и Арнольда Шварценеггера. Даже там по-разному смог ударить, да, хорошо? Было такое, да. Можно я пожму руку, которую пожимал Арнольд и Салони? Все, я теперь не буду мыть руки с этой программы. Шучу, шучу, шучу. Бауржан, вот я нарезал чеснок, что дальше? Мы закидываем сюда, теперь тушим. Ага. Ну, судя по запаху, уважаемые телезрители, чеснок уже прожарился. Что дальше? Теперь заливаем сливки сюда, доводим до кипения, пока наш соус не загустеет. Так, вот они, сливки, держи. А вот, Бауржан, интересно, а есть ли кто-то из наших телезрителей, ребят, джигитов, вдруг захочет попасть в состав твоей группы «Казах Юнион», да, попробовать себя в кино? Есть ли у них шансы, или только для профессиональных актеров, спортсменов, какой вообще критерий? Ну, почему бы нет? Есть, конечно, у нас, как бы, такой прям, как кастинг, такого нету, потому что мы смотрим, конечно, как на физические возможности, а также свои таланты. Так что у нас, как бы, в будущем планы есть такие, на развитие молодежи, кино. Касовая, да? Да, 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 кино и спорт, школу. Ребята, у вас есть шанс, так что дерзайте, пробуйте. Ну, и сразу добавляем соль и перец, да? Да, обязательно. Так, держи перец, я буду столить синхронно. И поехали! И, кстати, Бауржан, а сколько мы должны тушить наши креветки? Ну, примерно 5 минут, кстати, назад, да, можешь подать петрушку. А, петрушку, сразу закинем. Угу, держи. Кстати, уважаемые телезрители, маленький сюрприз, такая новость. Вот я знаю, что Бауржан буквально месяца полтора назад ставил паи не где-нибудь, а в Египте. Расскажи, пожалуйста. Там называется проект «Тысяча одной ночи» сериал. В Египте, да? В Египте, да. Ну, они хотели поменять, как бы, разнообразить свой стиль, поэтому пригласили поставить нашу стиль и хореографию. То есть, для того, для постановки боевых сцен они пригласили именно тебя, да? Да, да, да. Это круто, круто. Ну, не только меня, и нашу команду, конечно. Мы отработали на славу. Аппетитно. Да. Ну, дорогие зрители, наши креветки с сливочным соусом готовы. Угу. Можем кушать. Ну вот, Бауржан, я думаю, блюдо получилось именно таким, каким ты его планировал, да? Почти. Ну, приятного аппетита. А, подожди, Бауржан, вот прежде, чем мы тебя отпустим из нашей студии, вот хотелось бы увидеть в своем исполнении несколько каскадерских трюков, если возможно. Ну, вот можно, почему нет? А что можно сделать? Ну, для начала можешь ударить меня. Ударишь? Здесь? Да. Сильно, слабо? Ну, можешь сильно. Ха! Ой-ой-ой, больно, больно. Все-все-все-все-все. Нет, нет. Ай, все-все-все, я тоже хочу. А-ха-ха, рука, рука. Такой была эта продовольственная неделя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok